Следующий класс, который мы с вами будем рассматривать, это класс садами музыки. Который также называется пиролинцем. Предстояние этого класса характеризуется наличием плодовых тел, представленных перед эцией. Вы помните, как устроить пиролинцем. Это грушевидное плодовое тело, внутри которого находится эоконикадная сумка, расположенная непорядочно. И между сумками существуют стерильные элементы парафизы. Самопутный сумок истерильных элементов называется вимений. А в верхней части плодового тела расположены другие стерильные элементы перифизма. Ну, собственно, вот так выглядит перетенция у нас в схематичном изображении, а так выглядит у нас перетенция в изображении нормального художника. Еще раз напомню, что поскольку сумки здесь оказываются эоконикадные, то высвобождение спор активное, и они могут отстреливаться на очень значительное расстояние. Самые, по себе, перетенции могут располагаться непосредственно на минцеле, быть погруженными в строму или вырастать из склерозы. То есть здесь, на самом деле, любые варианты присутствуют. Для некоторых представителей этого класса характерно наличие аноморфовых спорношений, то есть в стадии бесполного разношения, которые бывают в разной степени выражены. У некоторых аноморфовые бывают редко выражены, а у некоторых это является обязательной частью жизненного цикла. И первый порядок, который мы с вами будем рассматривать, это порядок сардериалис. Представители порядка сардериалис характеризуются наличием типичных перетенций, формирующихся непосредственно на минцеле. Кандиальные стадии они, наверное, присутствуют у представителей этого порядка, но очень важные роды в жизненном цикле не играют, то есть гриб, в общем-то, прекрасно обходится наличием просто обыкновенных пиретенций. И мы будем рассматривать этот средний порядок сардериалис на примере рода сардериалис. Представители рода сардериалис в экологии – это копротрофа. Причем это копротрофа, которая действует так же примерно, как действие присутствия родоперилус. То есть их споры должны пройти через желудочно-кишечный тракт и естественным образом попасть на копром. В связи с этим у них есть некоторое количество приспособлений к такому образу жива. В частности, носит перетенция, у них оказывается светочувствительный, то есть он направляется по направлению к солнышку, или по крайней мере к источнику света. Это тоже довольно-таки логично, потому что стреляем мы все время наверх. Сумки эутруникатные, то есть с активным освобождением спором 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эти споры подрастают и выстреливаются по одной износит перетенция. Сама по себе спора, если мы посмотрим на нее, она простостельная, у нее такая сильная логинизированная оболочка и желтинизированная оболочка вокруг. Примерно эту фотографию мы увидим, когда идут сюда, такой споры. И вот эта желтинизированная оболочка, она прилипает к поверхности, допустим, трагина или каких-либо других субстратов, которые могут быть съедены животными. Но благодаря толстой и сильной логинизированной оболочке она не переваривается в организме животного и естественным образом проходит на капром. Сами, на самом деле, посильные перетенции сардария, они довольно мелкие. Вот они у нас здесь на чашке Петри. Вот видите, у нас чашечка Петри с таким черным содержимым. Это, на самом деле, она выращена не на капроме, а выращена на питательной среде под названием сусло-агар, то есть это пивное сусло, и с добавлением небольшого количества дополнительной глюкозы и агара для того, чтобы она была твердой. И вот на поверхности вот этого субстрата мы видим маленькие-маленькие такие перетенции. Собственно, фотографию, я думаю, в правой части экрана мы опять-таки здесь сделаем. Ваша задача была бы приготовить препарат вот этой сардарии, посмотреть, как она выглядит под микроскопом, ну и дальше раздавить эту сардарию, увидеть это вот уникальные сумки, которые выходят из брюшка перетенция, и внутри этих сумок увидеть аст и споры с такой толстой желатинизированной оболочкой и желатинизированной оболочкой по кругу. И ваша задача была бы это зарисовать, что, собственно, вы и сделали. Следующий порядок, который мы с вами будем рассматривать, это порядок гиппокриарис, гиппокриарис. Порядок гиппокриарис. Представители этого порядка характеризуются наличием перетенции, которые развиваются внутри строна. Гиппокриарис погружены в такую рыхлую массу из мицелия. Даже по большому счету они собственной оболочки не имеют. И если мы такую строну поряжем, то мы видим внутри аст и споры. Вернее, внутри сумки, а внутри сумки будет аст и споры. Причем сами по себе аст и споры они тоже очень примечательны. Если мы посмотрим аст и спору, то она такая вытянутая. Именно аст и спору не сумка. Именно сама спора. Спора она вытянутая и секфирная. Разделенная перегородочкой. Когда эта спора отстреливается, она попадает на субстрат, и она разваливается за перегородочкой. То есть получается как такая своеобразная кассетная бомба. Кроме того, для представителей их порядка гиппокриарис характерно чередование половых и бесполых стадий. Это тоже для них чрезвычайно важно. Ну и по экологии. Это паразиты. Причем это могут быть паразиты животных и паразиты растений. В качестве примера паразитического представителя порядка гиппокриарисы мы будем с вами рассматривать вид клавицепс пурпуре. или спорынья. Это паразит высших растений с очень высокой специализацией. Перитенцы у него развиваются в ярко окрашенных струмах. И для него, опять-таки, повторюсь, характерно чередование анаморфной и телеморфной стадий. Давайте рассмотрим жизненный цикл этого паразита. Итак, осенью на поверхности златых мышек растений формируются черные рожочки. Вот эти рожочки называются псевдосклерозами. Причем они могут формироваться не вместо всех семян, а вместо нескольких семечек. Вопрос, где произошло заражение. Собственно, вот у нас с вами гербарий. Я думаю, увеличенный, который тоже с вами предпозвал. Дальше. Зимой эти рожки лежат просто на почве. А весной они прорастают такой структурой, которая называется головчатая строга. Собственно, головчатая строга и проросшая псевдосклероза у нас есть вот в этой баночке. Что собой представляет головчатая строга? Головчатая строга внешне похожа очень на маленькие грибочки. На самом деле это еще не плодовые тела, а плодовые тела там внутри. Она обычно ярко окрашена. Она окрашена какими-то красными, малиновыми и т.д. Или что-нибудь такого типа. Я думаю, специально это красные ноги. И на поверхности этих головчатых строг присутствуют такие множество мелких пупырочек. Это изображение неизвестного художника, который у нас появится с левой стороны. Если мы порежем эту головчатую строгу, то мы увидим, что эта головчатая строга состоит из таких плодовых тел, погруженных в рыхло сплетение гриба. То есть вот эта вот, собственно, не в цели гриба, строга гриба, да? И вот сюда погружены перетенции. А здесь имеются сумки, стерильные элементы и активное возображение спор. Аскоспоры активно отстреливаются. Не забывайте, что каждая аскоспора, она такая длинная, линейная и сетивная. И эта аскоспора должна попасть на рыцепестика злака. А когда она попадает в рыцепестика злака, то она прорастает. И в течение всего лета гриб размножается бесполым путем. Его бесполая стадия называется сфацелия. Давайте напишем назад. А дальше лето. Его бесполая стадия называется сфацелия. Это буквально индиагенная клетка и цепочка коней. Сфацелия. Другое название сфацелия это медвяная росла. Гриб выделяет маленькую сладкую капельку. На эту капельку прилетают другие насекомые. Садятся, пачкаются в конедиях и разносят его по всему форуму. То есть происходит такое массовое перезараживание. Далее, когда наступает осень, вместо семян на зараженных злаках формируются вот такие вот псевдосклероции. То есть гриб уходит в покоящуюся стадию и переживает зиму. Почему эта структура называется псевдосклероцией? В принципе, ее можно назвать и обыкновенным склероцией. Единственное что? Дело в том, что в обычном склероции по определению это плотное сплетение гриб-гриба, служащее для принесения неприятных условий. В данном случае это сплетение гриб-гриба плюс ткани высшего растения. Поэтому некоторые авторы называют это структурой псевдосклероцией. Вот такой жизненный цикл. Еще раз давайте посмотрим логику данного паразита. Она заключается в следующем, что мы заражаем высшее растение. Причем, поскольку надо попасть на рельце пестика звака, то вообще-то заразить довольно-таки сложно. Когда мы заразили? В течение лет всего мы производим конедиальное спороношение, потому что на производство спор-фисполового размножения тратится гораздо меньше, чем на производство спор-полового размножения. А дальше на зиму мы прячемся в плотную меланизированную структуру из мицелия. А весной мы как раз проводим всякие формальности в виде генетической комбинации. Ваша задача будет зарисовать внешний вид поражения клавицы с пурпурой, то есть это нужно будет зарисовать гербарию, и разглядеть на его поверхности несколько вот этих рожков с псевдосклероциями. Я прошу вас быть менее схематичными. Это изображение звака в сравнении с собой. Кроме того, вы должны будете зарисовать проросшие псевдосклероции и увидеть здесь головчатые стромы. К сожалению, эти головчатые стромы здесь не настолько ярко окрашены, как они окрашены в действительности. Дело в том, что препарат находится в спирту, поэтому ярко-красные головки этих головчатых стромов сейчас не окрашены. И кроме того, вам нужно будет зарисовать разрез этой головчатой стромы и увидеть, что внутри находится отдельный пелик ДЦ, и сама строма подставлена рыхлым сплетением гиф. Чем же так опасно спрыгивать? Вроде кажется, ну подумаешь, у нас есть несколько семян, которые повреждены вот этими псевдосклероциями. Ничего страшного, чуть-чуть меньше у нас получится урожать. В принципе, да, но есть одно. Дело в том, что вот эти псевдосклероции, они содержат довольно большое количество разнообразных алкалоинов, которые могут вызывать очень серьезные проблемы у человека. Употребление в пищу большого количества вот этих рожков приводит к возникновению заболевания, которое называется эркотизмом. Или Антониев огонь. Был даже в свое время орден Святого Антония, который занимался исцелением, страждущим, эркотизмом. У него бывают две формы. Гангренозная форма, когда прекращается кровоснабжение дистальных частей тела, и человек, в общем, довольно быстро развивается гангрена, конечности становятся черными, как такие головешки. Ну, собственно, поэтому и название огонь, как будто опаленное части тела. А другая клиническая картина, это когда нарушается работа центральной нервной системы, человеку приходят какие-нибудь разные галлюцинации и т.д. и т.п. В принципе, отравление клавицепс-пурпуры носит фактически характер таких эпидемий, причем при которых люди фактически сходят с ума. Интересно, что обнаружили связь между заболеванием эркотизмом и, собственно, воздействием клавицепс-пурпуры только где-то в середине XIX века. Но до середины XX века встречались массовые эпидемии. На самом деле они тоже сейчас встречаются, но так в очень значительных количествах. Последняя крупная эпидемия произошла во Франции, во французском городке Понсен-Эспри в середине 50-х годов. И, если хотите, я могу привести описание этой эпидемии, которая была указана во различных французских газетах. Ну, это займет цитаты некоторое время, поэтому, если не интересно, то промотайте их где-то минут на пять. Итак, вечером мадам Булет хотела накормить оставшуюся суженым хлебом собаку, кошку и утро, как она делала всегда. Однако собака понюхала бульон с покрошенным хлебом и отошла. Никогда раньше пес не отказывался от еды. Хозяйка удивилась на вкус, и я по-любому совершенно нормальным, разве что поднялся, плохо и выглядел более плоским, чем обычно. Утром следующего дня она услышала дикий опыль своей любимой кошки, которая билась в огонь и на кухне. Мадам Булет бросилась на помощь, но кошка явно безумево накиндовалась, каталась к опову в конвульсиях и бросалась на стену снова и снова. В этот момент хозяйка через открытую дверь кухни заметила, что утки в дворе ходят как-то странно, как пингвины, более в развалку, чем обычно, шатаясь из стороны стороны. Одна утка сделала капиана несколько шагов и упала на землю. Кошка тем временем вдруг издала источную подстороннюю опыль, подобного которого мадам Булет не слышала за всю свою жизнь. Встала на четыре лапы, сошаталась и точно упала без дыхания. Хозяйка осторожно подошла к ней и потрогала. Кошка была мертва. Вскоре у многих жителей городка начались влюцинации психоза. Маленькая девочка внезапно подверглась нападению гигантских тигров и сихами оказались. На других людей яростно кидались ужасные монстры. Напуганных горожан преследовали видение капающей крови и усмехающихся черепов. Не обращая внимания на окружающих, один мужчина писал стихи страницу страницей. Он писал свою блокнот непрерывно, стирая кандаши дни и ночи напролет. Другой громким голосом пересчитывал оконные стекла в спальне. Окон был и шесть. Он считал их безостановочными в течение почти трех недель. Один, два, три, четыре. Бывший пилот выпрыгнул из окна второго этажа, думая, что он самый есть самолет, в то время как еще один горожанин полагал, что он артист цирка и пробовал себя в роли кантаходца. Местный каменщик был уверен, что у него в животе завелись змеи. Кто-то пытался мясницким ножом ускрыть себе грудную клетку, чтобы освободить сердце. Городок по ночам заполнился людьми, которыми обладела бессонница. Они сломились по улицам, громко говоря, и семья с ним своим сотрудничным положением. Были другие, которые просто смотрели в пространство. Неделю спустя уже более сотни горожан впало в безумие. У них упало давление, понизилась температура, пульс замедлился, зрачки расширились. У одних развелась истерика, другие обладали дикой, почти неемной энергией. У третьих учились в иллюцинации, иногда даже приятные. Они видели яркие цветы, растущие в прямых руках и ногах, и испытывали ощущение блаженного мира. Некоторым казалось, что на них набрасываются жуткие чудища, с неба сыплются лунные шары. Вокруг их рук вьются змеи и языки пламени. Воспринимаемые цвета стали естественно яркими. Жители составляли себе одежду, носились по улице на бешон, забиваясь под кровать еще о спасении от огненных шаров, и дико махали руками, забившись в угол комнаты, отгоняя от себя диких зверей, сон на огромных голов готовых разорвать их на куски в любую секунду. Врачи справиться с ситуацией не смогли. В город были вызваны санитарные машины, жандармы доставили измерительные рубашки. Трупы кошек и собак и домашние птицы были отправлены на обследование в Марселе. Обезумевшие люди легко в руки санитара не давались, проявляя сверхчеловеческую силу. Полиция ловила их сетями, используемыми для злого бродящих собак. Человек-самолет, который выплывал за хвост второго этажа больницы и сломал прядь на себе две ноги, все равно вскочил и пробежал 50 метров, прежде чем его настигли. Справиться с ним смогли только несколько санитаров. Другой человек разорвал одну за другой 7 смирительных рубашек, прежде чем его наконец удалось обездвижить, привязав кровать с толстыми кожными рябнями и надев две смирительные рубашки. Никакие лекарства не помогали. У одной пациентки тем временем началась развиваться гангрена пальцев рук и ног, а у друг других происходили припадки с кожей с эпилептическими. Многие люди приходили от операктивности и глубокой депрессии в течение нескольких минут. Затем обратно от спокойствия до дикого безума. В пик эпидемии началось около 300 человек, страдавших от различных психических проблем, от легкого дискомфорта до сумасшествия. Затем они начали умирать. В ту ночь, когда первый человек умер в конкурсе, двое мужчин бросились бежать по улице, крича, что их преследуют враги, а маленький мальчик пытался друшить свою мать. Это не сценарий фильмов ужасов, так марсельские газеты отражали загадочную эпидемию августа 1951 года в небольшом французском городке Фонсен-Эскли. Это маленький отрывок из книги под названием «Зауэль Кочи». На самом деле самая книга, по мне, особого внимания не заслуживает, но, по крайней мере, описано все довольно-таки достоверно. Я думаю, совершенно понятно, почему разнообразные региозные учреждения, в частности монашеский орден Святого Антония, был заинтересован в извлечении страждущих обязательств. Потому что будет совершенно, скажем так, не очень нормальный, никакой повод для изгнания каких-нибудь дьявола, если были окропления всего и вся святой водой. Надо сказать, что Орден Святого Антония был очень известный, очень, если можно так выразиться, популярный, очень могущественный, потому что, естественно, все имущество тех, кому они излечивали от эрготизма, переходило в пользование этого ордена. Но надо дать и дождь, они первые в Европе проводили операции по ампутации конечностей, хотя, я думаю, в историях 15-16 века вы можете себе представить, как это, собственно, все происходило. В справедливости ради нужно отметить, что в 20-х годах 20-го века американский химик Альберт Хоффман выделил из клавицы киспурпуры в качестве минорного компонента диэтиламид лизергиновой кислоты, который впоследствии более странно известен, как и ЛСД. Но следует учитывать, что, естественно, ничего подобного к применению ЛСД вы не получите, если вы пытаетесь пожевать псевдосклероза, потому что диэтиламид лизергиновой кислоты там находится как минорный компонент. Интересный факт, что на Руси, собственно, эти рожки псевдосклерозы от клавицев с пурпура использовались как природное вспоможение. Дорженицам давали несколько таких рожков проживать для того, чтобы происходило расслабление гладкой мускулатуры. Важная задача будет, еще разочек, зарисовать псевдосклерозы на пшенице, проросшие псевдосклерозы с головчатыми струбами и разрез головчатый струб. Есть еще один объект из порядка гипокриалоз, который, к сожалению, не входит в программу малого практикума, поэтому, опять-таки, если вы хотите, вы можете промотать еще где-то примерно 5 минут нашей лекции. Это такой род корлицепс. Корлицепс – это вот такой паразитирующий гип, спор, который попадает на поверхность насекомого. Дальше поведение насекомого может довольно здорово измениться. Например, муравьи меняют свое поведение и уходят из муравейника, поднимаются по близлежащим травинкам, наверху вцепляются в травинку с нижней стороны листа, в центральную жидку высшего растения и превращаются в такую мумию. Потом из этого муравья или, в данном случае, клопика такого лесного, вырастает вот такая структура. Такая структура – это тоже, по сути, головчатая струба. И вот здесь, в верхней части, тоже в нее погружены перитетции. И эти перитетции содержат также уникальные сумки, причем аскоспоры здесь тально сцептированные и такие удлиненные, как шипы. Эти аскоспоры отстреливаются и попадают на поверхность. В следующую минуту происходит заражение. Интересно, что у представителей рода корлицепс они очень активно используются в китайской народной лекции. И вот за один килограмм на цели корлицепс сейчас можно отдать порядка десяти тысяч долларов. Ну, уже беспономочный, или даже несколько больше. Они используются как средства для укрепления иммунитета. В общем, как в любой китайской медицине, средства все-все-все-все в болезни сразу. В принципе, из корлицепс были выделены препараты, которые как раз подавляют активность иммунной системы. И, собственно, современная трансплантология основана в том числе и на веществах, выделенных из анаморфных стадий грибов рода корлицепс. В свое время их думали использовать для борьбы с разнообразными насекомыми. Но это фактически, по большому счету, не прижилось, потому что не очень понятно, как рассеивать эти споры таким образом, чтобы они достигали своей цели. Корлицепс мы не рисуем, просто смотрим, как он внешне выглядит. Ну и следующий класс, который мы с вами будем смотреть, это класс, уже обладающий кладовыми телами апатетсами, это класс Лиоциумицепс. Класс Лиоциумицепс. Для представителей класса Лиоциумицепс характерно наличие кладовых тел представлены апатетсами. То есть, напомню, апатетсия – это полностью открытые люцилии для планового тела. Сумки здесь у нас оказываются эутемикантные. Расположены они упорядочно. И между сумками находятся стильные элементы парафиза. Свободный сумм листильных элементов называется гемений, а апатетсами может располагаться снизу сумм гемений. Это более плотное, смелетейное мемицепс. На самом деле, старание апатетсия мы с вами чуть-чуть позже посмотрим. Единственное отличие, что звучание важное в представителе класса Лиоциумицепс заключается в том, что сумки у них вскрываются им апперкулярно. Сумка, когда вскрывается, она вскрывается щелью, а не пищей. Это как раз и есть особенность класса Лиоциумицепс. Ну и в качестве основных примеров мы с вами посмотрим рот склеротина. Поехали в порядок Лиоциумицепс. Холодинка. Наверняка у всех вас дома есть такое прекрасное изобретение в 19-го, начало 20-го века, который называется холодильник. Верняка в этом холодильнике у вас есть морковка. Возможно, даже у вас есть полиэтиленовые пакетики. Вот если вы достаточно забывчивый человек, например, как я, то у вас в морковке может некоторое время заваляться на холодильнике и там некоторое время лежать. Ну, допустим, пару месяцев. Через пару месяцев на поверхности некоторых морковок вы увидите вот такой вот белый налет, вот такой вот белый пушечка. Этот пушечек как раз и будет мицелий некротрофного паразита из рода склеротимия. Склеротимия склеротиона. Почему этот паразит некротрофный? На самом деле мы до сих пор с вами сталкивались с биотрофными паразитами, теми, которые питаются живыми клетками, и проникают внутрь при помощи глоустоли. А это некротрофный паразит. То есть он сначала клетку убивает, а потом уже питается тем, что остается от продуктов разложения этой клетки. Если вы по-прежнему не обращаете внимания на страдания своей морковки еще пару месяцев, то через еще пару месяцев вы увидите на поверхности вот этой морковки вот такие черные пятна. эти черные пятна будут на самом деле являться склероцией склеротиона. То есть это плотные пучки мицелия сольща для принесения нервных пинятных условий. Эти склероции будут увеличиваться в размерах, расти, 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 расти. А дальше, если вы достанете эту морковку из холодильника и поместите ее где-то при температуре 5, 7, 10, 12 градусов, то есть устроите ее по большому счету весну, то из этих склероциев вырастет апатенция на длинных ножках. Вот примерно вот так. Вживую это будет выглядеть следующим образом. Вот посмотрите, у нас есть апатенции, у них есть вот здесь склероции довольно-таки крупные и большие ножки. И вот эти типичные апатенции, они будут отстреливать свои аскоспоры, аскоспоры будут попадать в плотчеву, ну и дальше следующая генерация моркови тоже будет заражиться. Интересно, что у склеротини отсутствует анаморзная стадия, то есть бесполным путем она не размножается. Ваша задача будет познакомиться со склеротином, не зарисовать в нее внешний вид и зарисовать внешний вид поражения, собственно, морковку и формирующиеся мицели и склеротин, да, склеротиния, и зарисовать внешний вид апатенции на ножке, выросших из склеротин. А надо сказать, что на самом деле представители рода склеротиния вам, я думаю, тоже хорошо известно, и вы часто их видели, если у кого-нибудь есть дачные участки, то даже если у вас нет дачных участков, то на яблоках наверняка они имеют такие концентрические круги, которые опоясывают яблоки, в виде такого пеловатого налета. Как раз это и есть склеротиния. Это склеротиния фруктигена. Собственно, поэтому необходимо падалицу собирать и убирать на зиму, для того, чтобы на вот этих упавших яблоках не формировались апатенции, которые опять-таки сформируют споры, и эти споры опять-таки рассеют по ближайшему яблону усам. Следующий порядок, который мы с вами будем рассматривать, это порядок элизифареса. Для представителей порядка элизифареса характерно наличие замкнутых плановых тел. И по экологии они паразиты высших растений, причем с очень высокой специализацией. Вызывают они заболевание, которое называется настоящая ученицкая роса. Симптомы настоящей ученицкой росы заключаются в том, что белый налет образуется как с верхней стороны листа, так и с нижней стороны листа. Мы с вами рассматривали ложные учениц-старосяные грибы на первом грибном занятии. И вы помните, что у ложных учениц-старосяных грибов белый налет образуется только с нижней стороны листа, и он образован спормирующимисями, которые высовываются из устиц на нижней стороне. Соответственно, это органы расселения, поэтому мы свешиваем вниз споранги, из-за у споранги, из-за у споранги летает и переносится на новое место. А в случае с настоящей ничней старосяных грибами белый налет образован вегетативным мицелем. Ну и давайте с вами рассмотрим жизненный цикл ничней старосяных грибов на примере резифи альфитоидес. или раньше этот рот назывался микроспорядиком. Это паразит дубов. Итак, вначале была аспора. И была эта спора воплыве. Это была астаспора. Эта астаспора попадает на поверхность листа дуба и формирует такой, идущий по поверхности этого листа, белый мицелий. Причем мицелий этот, эктофильный. Это термин вам нужно знать. Эктофитнез значит идущий снаружи от листа, снаружи от высшего растения. Эктофитнез. Далее в какой-то момент мицелий останавливается. Вот здесь, представляю себе, камень высшего растения. Она у нас здесь действительно есть очень плотная. Здесь у нас есть клетки в высшего растения, имеющие толстую клаточную стенку и с пневматическими промоками. Представьте, что он не мог еще плотно быть. Далее, когда мицелий останавливается, он формирует такую структуру, которая называется апрестерин. В этом апрессории увеличивается давление, он как бы пробивает клеточную стенку, но не повреждает клетку высшего растения. И в нитр клетки попадает вырос в мицелий, который называется гаусторий. Гаустория с механизмом работы вы уже довольно-таки хорошо знакома. Высшая растения пытается пересказать вверху в клетки, направляет туда продукт углеводного обмена, а, собственно, чего и в нитр клетку. И дальше он продолжает идти по поверхности. Таким образом, гаи образует белый налет как сверхний, так и с нижней стороны листа, потому что ему, в общем-то, более-менее все равно, где ему питаться. В течение всего лета этот гаи продолжается бесполым путем. Его бесполая стадия называется уиди. оиди устафик. По сути, это кенедиогенная ветка и цепочка кани, которая разлетается в разные стороны и, собственно, приводит к перезаражению других высших растений. Напомню, микросфера, где я вижу, это фитогенос, это поразит дугом. Соответственно, если это все дело попало на нижние листики, на нижние самые молодые листики, постепенно-постепенно-постепенно это все дело идет вверх к крови высшего растения. А дальше осенью, да, не будем перезаражать, а осенью гриф формирует на поверхности листьев высшего растения плодовые тела. Причем, этот плодовые тела по сути является замкнутыми аппотенциями. Почему это замкнутые аппотенции? Дело в том, что у них эотоникатные сумки и расположены они упорядоченно. Вы помните, что для плейстатэции характерно наличие прототуникатных сумок, которые расположены не упорядоченно. А здесь эотоникатные сумки расположены не упорядоченно. Ну, не важно, что в данном случае оболочка плодового тела на замкнутом. Эти плодовые тела имеют по бокам еще очень своеобразные придатки, я думаю, которые гораздо лучше изображены в исполнении более хорошего художника, правда, я вам неизвестного. Эти плодовые тела могут переживать неприятные условия и дожидаться весны. А весной из этого плодового тела отстреливается асфоспора, которая опять должна попасть на поверхность листьев высшего растения. Вот так, собственно, и осуществляется перевозаражение мучнистно-расянами грибами. Обратите внимание, что жизненный цикл и логика паразита здесь очень близка к логике клавицы с пурпура с парами. То есть, формирование плодовых тел и всякой рекомбинации и так далее и тому подобное происходит осенью или зимой. Это фактически покоящиеся стадии. А лена быстрое перезаражение хозяина при помощи стадии без полого размножения. Но в данном случае эта стадия называется аидзу. Мы с вами должны посмотреть мучнистый растенный перебров на примере нескольких представителей. Во-первых, это эритикаль фитамидоз. Нужно изготовить препарат. Капли воды на предмет на стекло. Давайте я покажу, как это делается. Берем, наносим каплю воды на предметное стекло. Берем поверхность листа высшего растения. Видим, что там есть на поверхности большое количество очень мелких плодовых тел. И дальше трем по этой поверхности аккуратно иголочкой. И несколько раз эту иголочку смачиваем в воде. Ну и дальше все это дело накрываем покровным стеклом. И смотрим сначала на малом, потом на большом уменьшении. Наша задача будет во-первых, увидеть плодовые тела и разглядеть потрясающе красивые придаты, которые покрывают эти плодовые тела. Обратите внимание, какие там такие своеобразные светушечки в этих плодовых телах присутствуют. Кроме того, мы надали на это плодовое тело и из этого плодового тела вылезут сумки с аскоспорами. Собственно, вот такую уникатную сумку необходимую вам будет и зарисовать. Ну и на примере другого паразита это паразит пшеницы под названием люмерия гранис. Мы с вами посмотрим бесполую стадию. А вы помните бесполую стадию аноморфинс в отношении очень стрессивно называется аидиум. То есть аидиум стадия люмерия гранис. аидиум стадия люмерия гранис представляет самую канидиогенную клеточку и вот такую цепочку довольно крупных канидий. И все это расположено на субстрате то есть все это расположено на поверхности листа высшего растения и вегетативный мицелий оказывается более тонкий и более разряженный. Собственно это вам тоже нужно зависать. Итого получается три рисунка внешний плодового тела с сумками с придаточками потом раздавленное плодовое тело из которого выходят сумки с аскоспорами ну и аидиум стадия на примере гранис. Следующий класс который мы с вами будем рассматривать это класс близизм меценос. Для представителей класса близизм меценос характерное наличие апотеции причем сумки у них апперкулярны то есть скрываются крышки. Ну и самый 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 типичный пример таких представителей это груд пицица или пициза. Вот посмотрите вот такие типичные блюцевидные апотеции дисковидной формы и если вот мы такой дисковидный апотеции порежем сидительный субстратик пицизз у нас ксилотроп то есть она питается мертвой древесиной хотя многие там бывают и в общем там экологические розы бывают очень разнообразные вот в этой киси зубы она экология ксилотропа если мы порежем плодовое цено то мы увидим следующую картину мы увидим что на поверхности расположен слой сумок причем сумки будут эотоникарные между сумками расположены стильные элементы парафизы и освобождение спор происходит активно причем интересно что у глизизы у него спор созревает всего-либо менее синхронно и если у вас летом где-нибудь найдете вот такое люцелитное плодовое тело то можете провести такой эксперимент взять аккуратненько сорвать его и на ладошке и дунь его так сделать спустя буквально 2-3 секунды поверхность сумок подсохнет и они отстрелят несколько аскоспор то есть они на самом деле отстрелят не все аскоспоры а полет только штучек и в результате пелиза выдаст вам небольшое облачко из спор наружу это на самом деле очень красиво особенно если такой косой падающий свет таким образом ваша задача будет зарисовать внешние звезды и зарисовать разрез плодового тела указав сумки и стерлинные элементы интересно что под гемением помните гемением это сумка и стерлинные элементы располагается сумки и это более плотный сплетение геми а дальше сумки а дальше идет рыжая сплетение геми собственно это есть мякоть самого плодового тела но представители этой группы очень разнообразны морфологически и естественно им захотелось как-то увеличить свою продуктивность что-нибудь такое сделать чтобы лучше рассеивать споры и делать их больше а что нужно для того чтобы эффективнее рассеивать споры конечно сделать нож и в этом в первую очередь преуспели представители рода гельвела или лопастник вот посмотрите представители рода лопастник они обладают плодовыми телами по сути это апатэция то есть вот такой вот свежуюся апатэция в виде каких-то лопастей но при этом наружки наружки морщин для чего это нужно если мы приподнимаем плодовое тело споры будут куда-нибудь дальше прилетать ну и соответственно этот гриф будет лучше размножаться таким образом гельвела ну на самом деле астроминценты пошли дальше дальше они пошли по пути увеличения площади поверхности гемения ну что довольно-таки логично чем больше площадь поверхности тем больше мы можем разместить там суммы стерильных лимитров например род герамитра что это будет род герамитра род герамитра плодовое тело в результате этого рода сделаны плодовое тело с такими складочками мозгоподобные и в результате получается всем хорошо известный строчок собственно герамитра у нас вот здесь видите вот такое мозгоподобное плодовое тело и гемения у него складочная имеет форму соответственно в этих складочках можно разместить еще больше сумм стерильных лимитров и это еще не все некоторые пошли по пути допустим как род мархел сделать эти складочки более правильными и в результате у нас получилось плодовое тело вот как допустим мархел он вот такой конической формы и вот таким углением правильно расположено в которых и располагаются сумки стерильные элементы при помощи вот этих углубляний опять-таки увеличивается площадь поверхности ну и есть другой представитель это верб богемика так называемая сморчковая шапочка она очень похожа на сморчок но отличается тем что у нее вот этот вот аппатаций он не перерастает внутри плодового тела то есть это будет поверхность то вот здесь аппатаций он оказывается именно так такая вот развивающаяся юбочка в разную сторону ну кроме того у нее бородочки вот эти на поверхности они не видят таких вот ячейчек а мы видим какие-то продажи складочек это видит верху богемика отдельное внимание уделите препарату верху богемика дело в том что там в банке с верху богемика у нас совершенно безобразно написано этикет тут написано строчок в словках сморчок это не строчок сморчок сморчковая шапочка а дальше написано вепра богемика это не вепра а верпа богемика собственно так я смогу отличить тех людей которые смотрели наши лекции от тех людей которые эту лекцию не смотрели за того кто нашли шепоте эти представители этого рода они в общем довольно таки съедобные некоторые ну вот Гильвелла вообще считается смертельно ядовитой кверх богемика и мархелла это очень хорошие книги их можно есть а вот относительно геронитра есть по крайней мере несколько мнений допустим если вы откроете какую-нибудь европейскую книгу будет написано что гриб смертельный ядовит нарисован череп с костями а в болгарских книгах у них вообще очень классно у них есть разделение на едло не едло и едло от чуди так вот по болгарским книжкам это не едло типичное причем если вы откроете какой-нибудь наш определение то увидите что этот гриб является условно следовым все объясняется не нуждностью наших желудков а тем что токсин герамидрус герамидрус который по природе является олигопептидом герамидрус кулента накапливается в очень небольших количествах и в наших штаммах он накапливается в очень небольших количествах а в европейских его гораздо больше таким образом одним из тем же грибом в Европе можно сильно отравануться у нас лучше его в пищу не употреблять по одной простой причине герамидрин обладает гипотоксическим эффектом разрушает печень кроме того отравления им бывают бессимптомные и в общем ничего хорошего от употребления герамидрис кулента не будет всякое там разрезание на мелкие кубики несколько раз проваривание в воде да оно в принципе допустимо долю герамидрины оно очень здорово снижает но тем не менее полностью от него не избавляет и поэтому все-таки рекомендуют воздержаться от употребления этого гриба я вас очень призываю никогда этого не делать при этом среди класса пиза нецетас есть еще представители с та же вторично замкнутыми апатетциями помните я говорил каким бы ты прекрасным не был терететцием каким бы ты прекрасным не был апатетцием ты все равно потом замкнешься себя и скоро твои станут и сути твои станут просто уникальными собственно это и произошло с семейства туберациями смесь туберациями или трюфели представители трюфелей это действительно обыкновенные апатетции причем в процессе развития эти апатетции не выглядят совершенно так же как молодой зреющий апатетций закладывается вот такая блюдечка давайте я красным цветом отмечу тот где находится блюдечка потом это блюдечка начинает немножко рефармироваться у нее появляются вот такие вот вырастая вот и получается у нас уже визи складочек а потом это блюдечка все целиком он замыкается если мы ну получается такая по сути картофеля вот если картофель мы с вами разрежем то мы увидим что не менее и вот таких вот неправильных хаотичных складочек вот такие складочки внутри плодовых тел трюфелей называется вену поскольку плодовое тело полностью замкнутая замкнутая понятно почему потому что трюфери живут под зимой поскольку такое плодовое тело полностью замкнутое стрелять спорами из уникальных сумок некуда и такие споры и сумки такие оказываются прототуникальные причем интересно что у трюфери довольно-таки крупные споры они достигают несколько 15-20 даже больше микрометров диамет какие-то крупнейшие трюфели как вы знаете это самая дорогая субстанция которую можно употребить в пище без вреда для своего здоровья ну да конечно вы можете пойти где-нибудь на черный рынок купить может быть в Иране у вас получится купить оружие плодовое но он будет стоить довольно дорого да будет стоить дороже чем я но цена одного килограмма трюфелей достигает 50 тысяч долларов а самое дорогое одно плодовое тело трюфеле было продано на аукционе определенных видов конечно было продано на аукционе за 130 тысяч долларов но с учетом стоимости однокомнатной квартиры современного курса доллара то это в общем примерно с обстановимой величиной естественно такие вот грибы которые стоят как однокомнатная квартира в Москве где-то там в южную бутылу или где-то может подальше да такие грибы естественно никто не жарит там с картошечкой да их естественно используют для приготовления различных соусов так называемого трюфелевого масла это когда плодовое тело заливается допустим оливковым маслом или федоровым маслом и плодовое тело экстрагирует из себя различные ароматические вещества а дальше этим маслом заправляет разнообразный салат и приобретает вкус трюфеля почему эти плодовые тела они имеют такой вот насыщенный яркий грибной вкус вот мы пробовали кстати их есть в свое время мы пробовали консервированные трюфели да они были в каком-то дополнительном соусе ну по вкусу в общем ничего такого ну конечно взяли вот такой трюфель разрезали его на 12 студентов съели в общем-то ничего такого но видимо там есть какие-то вещества которые заставляют выделяться слюни активируют процесс пищеварения потому что мы стояли и таки ну как кожа 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 истекающие слюной то есть действительно в общем способствуют пищеварению почему же эти грибы такие вкусные почему же они имеют такой насыщенный вкус аромат дело в том что плодовые тела находятся под землей соответственно их основная задача заключается в том чтобы это плодовое тело выкопали и съели причем выкопали и съели его даже из-под земли это обеспечивается тем что эти плодовые тела помимо насыщенного вкуса и аромата они еще образуют летучие метаболиты которые по своей природе схожи с летучими метаболитами свиней и собак именно поэтому свиньи и собаки лучше всего и лучше керюфе ну и соответственно дальше ваша задача как можно быстрее отобрать у животного это плодовое тело чтобы он не съел либо выдресерт его в соответствующем области в принципе почему же трюфели такие дорогие мы же собственно не учились выращивать грибы но вот вешники шампиньоны они еще будут дальше говорить на следующих из этих ижи выращивания почему не выращивают трюфели все довольно таки просто дело в том что вешники шампиньоны не являются грибальными коризообразователями а трюфели они облигантными коризообразователями причем те виды которые больше всего ценятся допустим тубер стилл так называемый черный французский трюфель он образует механизму обычно с какими дубами причем предпочитает те виды дубов которые живут в средиземноморском климате поэтому если вы хотите выращивать трюфли то вам потребуется следующий можете записать отверг бизнес-план на будущее вам нужно будет купить довольно-то большой кусок земли где-нибудь на южном берегу Франции между Монаколей Ницей Кармами где-нибудь вот так озеро Кома в общем тоже подходит когда вы купите для себе такой большой кусочек земли вы должны будете там высадить саженцы дуба причем определенных видов дубов и когда вы сажаете дуб вы кидаете туда небольшие кусочки трюфеля которые содержат соответственно вот эти аскоспоры саженцы дуба постепенно вырастают и вам нужно подождать пока гриб образует микоризу с этим дубом ждать вам придется некоторое время это примерно займет лет 30-40 дальше вы уже ходите по изрядно подросшей дубовой рощице дубовой рощице собираете вместе с трессированной собачкой гриб еще где-то примерно лет 30-40 а потом по праву тоже будет не ваша проблема постепенно минцели ставятся опять эти 40-50 лет там можно будет собирать эти грибы дальше минцели ставятся и дальше вам нужно либо сводить задом этот лес и высаживать все сызнова ну либо каким-то образом стараться подсаживать новые саженцы дуба и пробовать сделать с ними макарит что собственно тоже довольно-таки рискованный вариант так что видите действительно для того чтобы вырасти трюфель необходимо потратить очень-очень-очень много сил и времени ваша задача будет зарисовать трюфель причем у нас внешний вид трюфеля я попытался вам отснять вот они у нас есть в банках да видите выглядят они как такие плотные картофель вот такой у нас это хайролицис меландриформис так называемый кавказский трюфель или есть вот тот самый черный французский трюфель тубер истил тоже в порезанном виде внешний выглядит как картофельное на срезе по идее там должны быть видны венуны к сожалению на наших препаратах эти венуны уже видны довольно плавно поэтому я покреплю вам фотографию свежего срезанного трюфеля единственный препарат который вам придется зарисовать не с натурой итак ваша задача по классу пилизмы зарисовать внешний вид фицыцы строение аппатенция просто сидячей аппатенции и срез плодового тела вы увидите гемений стерильные элементы парафиза вместе с сумками субгелени более плодутых из плетающейся лицей и мякость плодового тела или ткань плодового тела лучше называть ткань плодового тела вы посмотрите строчки сморчки сморчковую шапочку и лопастник в обратном порядке гельбелла герамитра мархелла верпа богемика и кроме того вы должны посмотреть трюфиль зарисовать его внешний вид и на срезе увидеть там вену итак перед вами перитенция сардарьи и ваша основная задача это в циографии сделано много увеличения это увеличение 4 4 4 на 10 40 раз и ваша основная задача увидеть абрис вот этого вот такого перитенция то есть вот здесь виден носик светочрительный носик и вот что видно брюшко дальше мы надавливаем на перитации и что мы видим а когда мы надавливаем перитации то мы видим суки и высвобождающиеся из них аскоспора вот посмотрите это суки в разных оптических сечениях видно что аскоспоры здесь имеют линейное расположение вот видно что аскоспоры они сами по себе черные их оболочка сильно меланизированная а вот сама по себе одна аскоспора это уже увеличение сечкарной видите у нее толстая меланизированная оболочка и вот вот желатинизированная оболочка вот до которой она прилипает к поверхности растения хозяина значит ваша задача зарисовать внешний вид перитация внешний вид сумок который высвобождается из перитация и внешний вид вот этого аскоспора с толстой иммунизированной оболочкой и желатинизированной оболочкой перед вами срез головчатой струны клавица в спорпура мы видели с вами эти головчатые струны в банке а это просто через нее произойдет срез у нее есть лужка дальше выход из плетения гип-гриба а вот эти структуры это и есть перитация то есть каждая структурка это отдельный перитация внутри этого перитация если мы посмотрим на большую увеличение то мы видим сумки отдельные и аскоспоры вот это еще больше увеличение вот это стократное увеличение вот мы видим что у перитация есть даже подобные индивидуальных оболочек и вот они длинные сумочки но к сожалению то что аскоспор сетирная на этой фотографии уже не видно потому что необходимо еще более тонкий срез сделать но поверьте они действительно сетирные ваше не начало зарисовать внешний вид головчатой строга и можно ее зарисовать еще отдельно крупной перитацией показать что они действительно открываются наружу этой головчатой строга перед вами плодовые тела микросфера афитоидз или еще по другому эрисиф афитоидз вы видите что плодовое тело оно вторично замкнуто то есть у него здесь нет ни носиков хотя не смотря то что в идее это апатенция и вот вы видите в разные стороны торчат придатки причем в некоторых случаях эти придатки бывают очень грацильные сейчас я постараюсь вам найти вот допустим в данном случае на большее увеличение 40-кратное увеличение видно что вот здесь очень карательные зветочки на придатках эти зветочки вам как раз нужно показать само плодовое тело замкнуто если на него нажать то мы увидим как из него будут выходить эутуникатные суки сейчас мы попробуем это сделать вот видите вот он разрушили плодовое тело и вот видите из него выходят эутуникатные суки причем в отличие от садарио который аскоспор расположен линейно в данном случае аскоспор располагается не линейно а хаотично видно что у суки очень толстая оболочка это опять-таки не для того чтобы наращивать ассоматическое давление и активно собрать эти споры вот ну и споры довольно-таки крупные то есть не сдержит большое количество питательных веществ ваша задача зарисовать внешний вид втайчно заботового аппатэ с придатками и кроме того вам необходимо зарисовать суки высвобождающиеся из этого плодового тела перед вами препарат аидиум стадия люмерии гранис это стадия бесплового размножения вы помните мучнистый рассяд грибов и вот здесь это как раз и есть канидиальная спорношение вот они канидия а вот вегетативные цели а вот канидиогенная клетка от нее от почкового цикочки канидий а сомарно постепенно 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 эти клетки тоже будут превращаться в канидии по мере созревания эти канидии отделяются друг от друга и переносятся на новое растение и дальше это приводит к его заражению обратите внимание что в этом препарате присутствуют окрашенные ядра и в каждом в каждой канидии присутствуют по одному единственному ядру и это ядро естественно будет гаплоидное как у других аскамицетов ядро и ядро Продолжение следует...